Всем моим зрителям огромный привет! С вами я, Юлия Крызинейл. В этом видео я вас познакомлю с торговой маркой Лунейл. Как обычно, покажу, какие мне цвета пришли. Скажу вам свое мнение о этой торговой марке и потом, как всегда, будет в мастер-классе. Начнем, пожалуй, с каучуковой базы. Объем 10 мл. По консистенции эта база средняя. Ей можно делать абсолютно спокойно выравнивание ногтевой пластины. Единственное, что у этой базы очень резкий запах. И также я заказала себе топ бриллиант, новое поколение блеска без липкого слоя. В последнее время я работаю с топами в основном без липкого слоя. Меня не устраивают, хорошо носятся и сохранят блеск. Чуть-чуть позже я вам покажу, какой границ дает этот топ. Переходим к цветам этой марки. Первый цвет 229-й. Называется он Бабье лето. Далее цвет 122-й. Называется Страстная ночь. Следующий цвет 27-й. Космополитен. 107-й. Цветущий сад. 66-й. Мистический агат. Следующий цвет L17. 258-й. И 113-й. А сейчас вы видите типсы, которые как раз таки перекрыты топом без липкого слоя от Loomail. Кто работает с этой маркой или пробовал ее когда-либо, напишите в комментариях свой отзыв о ней. Эти гель-лаки я заказывала на сайте InCosmetik и ссылочка будет в описании под видео. В этом видео я вам покажу несложный дизайн, который именно мне напоминает жемчужину. Для этого дизайна я перекрыла тип с черным гель-лаком и после топом без липкого слоя. Напоминаю, что втирка втирается в топ без липкого слоя. Для дизайна я буду использовать втирку под номером 6. Кстати, также с интернет-магазина InCosmetik. Чтобы втирка хорошо держалась, советую по торцу пройтись пилочкой аккуратно. И также аккуратно возле свободного края пройтись без кислотным праймером. Закрепить сверху базой и топом. Кстати, если у вас есть втирка, которая красиво смотрится над белым в поне, то есть втирается на белый цвет, то тогда вам вдвойне повезло. Дальше берем любой густой гель, либо густую каучуковую базу. И от свободного края до кутикулы ведем линию. Возле свободного края линия будет толще, объемнее, а в кутикуле она будет уходить на нет. Каждую полосочку фиксируем в лампе. Хорошенечко просушиваем в лампе. И нам нужно задать еще больше объем. Для этого мы все еще разок дублируем. Сейчас вы увидите уже продублированный дизайн. Нам остается добавить только страз. Как крепить стразы и бульонки у меня уже есть. Такое видео на канале, ссылка будет в описании. И наш дизайн готов. Дизайн простой, делается быстро. Поэтому с таким дизайном справится даже новичок. Ставьте этому видео пальчик вверх. Делитесь этим видео в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на меня в инстаграме. Вступайте в группу вконтакте. Все ссылки на мои социальные сети будут в описании под видео. Ну а я вам всем говорю до скорых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok